Рефери Вейдинга Егор Лумбов. Ну вот такой титулованный соперник у Сергея Малыкова. Пожалуйста, внимательно слушайте мои команды. После команды стоп прекращаем все технические действия. Правила не нарушаем. Пожали руки. По углам. Итак, все готово. Первый раунд. Первый раунд и российский боец сразу же пошел вперед. Успел бросить внутренний лоу-кик. Отходит на дистанцию. Ну и снова сближаясь успевает нанести два удара. Попытка прохода в ноги не увенчалась успехом у Нурла Алиева. Но тем не менее Нурла Алиев пытается поддавливать. Бить с разворота по корпусу. Правда всего лишь растек воздух. И хороший высекающий лоу-кик. Тут же следует от Малыкова Сергея. Малыков с руки. Прихватил ногу и тут же с правой. Есть еще один лоу. В ударке пока что поинтереснее Малыков выглядит. Но это дело еще не дошло до борьбы. Где Нурла Алиев, ну судя по статистическим выкладкам, должен иметь преимущество. Именно за счет своей борцовской базы. Вот сейчас попытка перевести в портер. И да, есть тейкдаун у Нурла Алиева. Посмотрим, какое последует за этим развитие. Пока что в позиции гард. Вынужден атаковать. Боец клуба Ахмат. Хаммерфист бросает Нурлу Алиев. И пропускает достаточно тяжелый удар Сергея Малыкова. Конечно, если начало поединка было за россиянином, то сейчас инициативу все серьезнее и серьезнее начинает прибирать. Нурлу Алиев. Вот такие размягчающие удары по корпусу. Направленные на погашение функциональной стойкости своего соперника. Показалось, что шею прихватил Алиев. Но нет, выбрался Малыков и попытался перевести уже в свою очередь своего соперника вниз за счет подсечки. И устоял на ногах. Таджикский боец. Локоть и тут же апперкот. И попадает в свою очередь Сергей Малыков. Хай-кик по защите. Ну, хороший, интересный раунд. Как вам, Александр? Вполне себе. Ну, и еще половина раунда. Даже чуть... Нет, уже чуть меньше. А нам остается локоть в исполнении Алиева. Жесткий. И начинает засыпать и локтями, и... Я уж подумал, Малыков начинает засыпать. Но нет. Да, не в смысле спать, а сыпать, насыпать. И пока что солирует на исходе первого раунда Нурлу Алиев. Многовато здесь Малыков напропускал. Позволяет он хозяйничать сопернику. Ну, и вот уже изможденным начинает выглядеть Сергей. Эти попадания даром определенно не прошли. Ну, и еще раз. Слева и справа добавляет локти Нурлу Алиев. Менее полутора минут еще до конца первого раунда. Нужно Сергею выбираться. Да, непросто ему сейчас держать оборону. Выдерживать эти удары от Нурлу Алиева, который вышел тем временем на сайт-контрол. Тольятти, нужна ваша поддержка! Ну, вы знаете, по-моему, поднаелся сейчас Сергей Малыков, и защита может стать пассивной. Но показывал Малыков я в порядке. Чтобы и мысли не возникло у рефери, бой остановить. Ну, поднялся. Ну, так или иначе, несмотря на то, что эпизодами Малыков в этом раунде действовал неплохо, но сейчас нужно констатироваться. Нурлу Алиев против Сергея Малыкова ощутимо опытнее Сергей Малыков. Ну, только в плане жизненного опыта. В плане жизненного. Рекорд отрицательный. Семь литр разделяет этих бойцов и десять сантиметров роста. И так знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 180 сантиметров и 70 килограммов. Профессиональный рекорд, две победы, три поражения. Одна победа одержана нокаутом. Он чемпион Самарской области по ММА, представляющий бойцовский клуб Arsenal Fighting и промоутерскую компанию Самара ММА ПРО из Тольятти, Россия. Приветствуйте Сергей Малыков! Его соперник в красном углу. Бойцу 18. Нурлу Алиев против Сергея Малыкова ощутимо опытнее Сергея Малыкова. Ну, только в плане жизненного опыта. В плане жизненного. Рекорд отрицательный. 7 литров разделяет этих бойцов и 10 сантиметров роста. Итак, знакомьтесь. Боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 180 сантиметров и 70 килограммов. Профессиональный рекорд, две победы, три поражения. Одна победа одержана нокаутом. Он чемпион Самарской области по ММА, представляющий бойцовский клуб Арсенал Файдинг и промоутерскую компанию Самара ММА ПРО. Из Тольятти, Россия. Приветствуйте Сергей Малыков! Его соперник в красном углу. Бойцу 18 лет. Его рост 170 сантиметров, а вес 70 килограммов. Это профессиональный дебют клетки. Но он является чемпионом мира по панкратиону, чемпионом мира по ММА среди молодежи и чемпионом Азии по боевому самбо. Представляющий бойцовский клуб Ахмат-Таджикистан, Нур-Уно Альфидеев! Рефери Вейдинга Егор Лумбов. Ну вот такой титулованный соперник у Сергея Малыкова. Все внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» прекращаем все технические действия. Правила не нарушаем. Пожали руки. По углам. Итак, все готово. Первый раунд. Первый раунд. И российский боец сразу же пошел вперед. Успел бросить внутренний лоу-кик. Отходит на дистанцию. Ну и снова сближаясь, успевает нанести два удара. Попытка прохода в ноги не увенчалась успехом у Нур-Ула Алиева. Но, тем не менее, Нур-Ула Алиев пытается поддавливать. Бить с разворота по корпусу. Правда, всего лишь рассек воздух. И хороший высекающий лоу-кик тут же следует от Малыкова Сергея. Попал Малыков с руки. Прихватил ногу и тут же с правой. Есть еще один лоу. В ударке пока что поинтереснее Малыков выглядит. Но это дело еще не дошло до борьбы, где Нур-Ула Алиев, ну, судя, по крайней мере, по статистическим выкладкам, должен иметь преимущество. За счет своей борцовской базы. Вот сейчас попытка, красоту там сейчас продемонстрировал Нур-Ула Алиев, который тут же сменил стойку. Ну, раскрепостился уже боец из Таджикистана полностью. Да, и пробует где-то поиграть на публику. Попытка пройти в ноги. Ну, и есть слэм. С последующим сайт-контролем. Тут же добавляет локоть. Да, прямо скажем, вот с этим тейкдауном. Нур-Ула Алиев делает весомую заявку на победу. Здесь рычаг локтя будет выполнять. Выкрутился Малыков. Ну, и снова подключает локоть Нур-Ула Алиев. Очень тяжело приходится Сергею. Все меньше сил у него остается. Сколько уже таких ударов локтями пропустил Малыков. Разбит нос у бойца из Тольятти. Что тоже сказывается на функционалке. Затрудняет дыхание. Да, и, конечно, если снова отзащищается Сергей Малыков, то впереди нас ждет еще один раунд. Пока что терпит, как может, Сергей Малыков. Но раз за разом достает его Нур-Ула Алиев. Но понемногу интрига в этом поединке сводится к тому, остались ли силы у Нур-Ула Алиева на то, чтобы финишировать своего оппонента. Обессиленным уже выглядит Сергей Малыков. Посмотрите, широко открыт рот. И все больше и больше ударов в исполнении бойца из Таджикистана. Уверенно набирает очки Нур-Ула Алиев. Несмотря на всю стойкость и мужество Сергея Малыкова. И снова пропускает раз за разом Сергей Малыков. Нет сил уже у Сергея даже на то, чтобы зафиксировать своего соперника. Улучшает позицию Нур-Ула Алиев. Еще несколько очень тяжелых попаданий в исполнении Алиева. Да, и вот так одновременно с Сиреной. Ну, даже чуть позднее. Да, чуть-чуть припозднился. Все-таки хочет Нур-Ула Алиев победить эффектно, эффективно. Но, судя по радости, был последним в этом бою. Да, действительно финальным. Хотя, немножко не до конца ясно чередуются бои двухраундовые с трехраундовыми. Ну, и радость секундантов Нур-Ула Алиева, его тренерского штаба. Ну, ничего не скажешь. Действительно, есть основания быть довольными. Разобрал своего оппонента Нур-Ула Алиев. Дамы и господа, по совершению двухраундового боя, единоклассным решением судей, победу одержал Нур-Улу Алиев. Ну, и размочил Нур-Ула Алиев счет в виртуальном российско-таджикском противостоянии в рамках турнира «Битва на Волге 3-2-1». Субтитры сделал DimaTorzok